МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Газовые службы МЧС и Минздрав еще раз напоминают о необходимости строго соблюдать правила эксплуатации обогревательных приборов, особенно в холодное время года. Восстребованным профессиям необходимо обучать в соответствии с международными стандартами. Как их внедряют в образовательную сферу Республики, обсуждали сегодня на заседании коллегии профильного министерства. Стратегический план подготовки студентов изучил мой коллега Дмитрий Ковалев. Российские регионы продолжают формировать современную модель подготовки рабочих кадров. Эту задачу на прошлой неделе обозначил в своем послании и президент страны Владимир Путин. Цитата. Нам потребуются инженеры и рабочие, которые будут выполнять задачи другого уровня. Он также подчеркнул смысл всей нашей политики – это сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного богатства России. Хочу отметить, что мы не первый год работаем и будем работать над этими вопросами. Наша задача была, чтобы на рынке труда погрешность спроса и предложения была максимум 10%. Точками роста должны стать многофункциональные центры прикладных квалификаций. В республике уже реализовано 8 подобных проектов. Учебный процесс внедрены около 1000 единиц современного учебно-производственного технологического и компьютерного оборудования, интерактивных тренажерных комплексов и станков. Ежегодно более полутора миллиарда рублей направляется на создание современной образовательной среды в наших техникумах и колледжах. Подготовку кадров по программам СПО осуществляют 27 техникумов колледжей. Бюджетные затраты себя оправдали. За последние годы престиж рабочих профессий вырос. Эту тенденцию необходимо сохранить, отмечают эксперты. Из года в год растет число школьников, поступающих в техникумы и колледжи. Если в 2013 году их было 41%, то в 2016 году 51%. В разработку образовательных стандартов включаются и предприниматели. Будущих специалистов необходимо готовить у станков, говорят эксперты. Разные инструменты, разные площадки используются. Но, по крайней мере, хочу я это тоже отметить, понимание всех сторон есть. Когда по содержательной части мы будем эффективнее использовать те инструменты, которые у нас есть, и правильно наши работодатели в стратегическом плане будут прогнозировать, какие специальности, какие рабочие нужны им, необходимы через 5-10 лет или через 20-30 лет, конечно, этих ошибок будет намного меньше. Работодатели это прекрасно понимают. Для подготовки рабочих кадров на базе вузов и колледжей предприятия помогают открывать специализированные центры. В итоге выигрыши остаются те, кто развивает науку. То, что раньше делали люди с высшим образованием, вот в новых стандартах, топ-50, токарь, уже не просто токарь, а токарная работа на станках ЧПУ, он должен владеть таким инструментом, как программирование. Он должен сам писать программу. Не нужно, чтобы люди с высшим образованием сидели на рабочих местах. Это качество должны обеспечить мы. В межрегиональном центре компетенции уже разработали инновационные программы обучения студентов. Всего мы должны разработать 9 новых программ топ-50, потом обозначим, из них 5 в этом году. Мы их разработали на сегодняшний день. Должны апробировать эти программы. Под эти программы мы должны в этом году, и это сделали тоже, разработать программы повышения квалификации педагогических работников. Дальше мы должны транслировать лучшие практики, чтобы они были, значит, этот позитивный опыт, чтобы его могли осваивать другие учебные заведения Республики и России. Приобщать к рабочим специальностям в Республике начнут и детей. Постигать азы науки школьникам помогут в технопарке Кванториум. Его намерены открыть в ближайшее время. Медриковалев и Андрей Шоклев. Республика. В этом году в региональном чемпионате WorldSkills участники соревнуются в 19 компетенциях. 8 из них представлены впервые. Малярные и декоративные работы – одна из них. Наш следующий репортаж – из Чебоксарского техникума транспортных и строительных технологий. Здесь выбирают лучших среди строителей и мастеров отделочных работ. Чтобы пазл сложился, нужно правильно подогнать его элементы. Будущие каменщики собирают стену, словно конструктор лего. Два дня работы и перед глазами – семь дворцов в миниатюре. В качестве примера использовалась одна из построек – усадьба Архангельская. Другое задание – нарисовать картину на стене. Только не красками, а кистью, а кирпичом и мастерком. По сравнению с прошлыми годами, сейчас задания конкурса, конечно, усложненные, сложные они. Но ребята не унывают. Все у них настроение серьезный, позитивный. Работа очень слаженная идет. У них желание огромное – получать профессии строителей. Профессия строителей очень важна. Город строится, везде строится, страна строится. И ребята у нас намного лучше приходят на учебу. Уже они, как говорится, грамотнее идут, желаниями идут. Компетенция, облицовка плиткой – задания творческие. Пять ребят выкладывают на стене чувашеское древо жизни. На выполнении дается 16 часов. Здесь тоже есть свои сложности. Плитки нужно вырезать филигранно. Кстати, среди будущих представителей этой, казалось бы, мужской профессии, есть и одна девушка – Настя Иванова. И именно она справилась с этим заданием быстрее всех. Было нелегко. Было вначале трудно. Но мы готовились, шли к этому, знали, на что идем. Иду по стопам брата, он у меня архитектор, работает вообще в Майами. Я занимаюсь чертежами, люблю заниматься, ну, чертить. Для меня это как бы приятное время пробуждения. В чем отличие бумажных и флизелиновых обоев? Какую краску нужно использовать для покрытия стен? В компетенции малярной и декоративной работы соревнуются пять участников. Три дня – три разных задания. Сейчас – творческая. Ребята рисуют на свободную тему. Этот конкурс у нас, хочу сказать, проводится первый раз в нашей республике. В чем заключается эта компетенция? Сложность в том, что здесь не только малярные работы выполняются, а здесь еще добавляется у нас умение выразить, показать свои творческие способности. Каждый год чемпионат рабочих профессий включает в себя все больше компетенций. А это значит, что высококвалифицированных специалистов в различных областях становится все больше. Татьяна Леонтьева, Анастасия Лангина, Игорь Зверев, Республика. Сегодня свое 75-летие отметил один из старейших заводов Республики электроаппаратный. Его работников честовали в торжественной обстановке на сцене театра оперы и балета. Чебоксарский электроаппаратный завод был образован в военные годы на базе эвакуированных Харьковского электромеханического завода и Ленинградского предприятия «Электрик». В считанные месяцы здесь наладили выпуск оборудования для самолетов, танков и кораблей. Сейчас на ЧАЗе производят высокоинтеллектуальные устройства, реле и подстанции. Системы распределения электроэнергии из Чебоксар поставляют во многие европейские страны и применяют даже в космической отрасли. В условиях импортозамещения спрос на эту продукцию увеличился. На развитие несырьевого экспорта сейчас делают ставку и в федеральном центре, напомнил Михаил Игнатьев. Предприятия Республики эту задачу выполняют успешно. Президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу перед региональными властями, перед муниципальными властями, чтобы мы, чиновники, создавали благоприятную среду, чтобы инвестиции, инвесторы свои вкладывали в реальный сектор экономики нашей любимой Российской Федерации. Отличившимся вручили награды. Так четверо специалистов завода сегодня стали заслуженными работниками промышленности Чувашии. Поощрили и ветеранов. Николай Окишев трудится на предприятии более 35 лет. Он испытывает микропроцессорную технику. Завод – это стабильность. Во все годы, даже самое тяжелое в истории нашей страны. Завод был кормильцем и надежной стеной, которая поддерживала работников. Что тут зря прикатываете? Люди уходили с завода, но многие, у меня память, возвращались. Я убит под Оржевом. 74 года назад в село Нарваш-Шагали пришла похоронка на Константина Николаевича Савельева. И лишь сейчас, благодаря поисковикам, нашедшим его останки на месте сражений, герои войны торжественно со всеми воинскими почестями похоронили на родине. С 74 года родственники были уверены, что Константин Николаевич Савельев погиб на фронте в 1942 году и похоронен в братской могиле. Ему было 37 лет. Фамилия Константина Николаевича, книги памяти, республиканские книги памяти есть. К сожалению, больше, чем в этой книге памяти написано, ничего не нашлось. Только известно дата и где захоронено. Гвардии рядовой Савельев был призван Первомайским райвоенкоматом в 1942 году. Проходил службу во 2-й мотострелковой бригаде 2-го мотострелкового полка. Сегодня, благодаря поисковикам Чебоксарского отряда «Веда», его родственники и земляки смогли узнать о последних днях жизни Константина Савельева и его героической гибели. 3-е августа 1942 года. Время 24.00. Противник продолжает оборонять рубежи Галахова, Полунина. Справа нашему 2-му гвардейскому мотострелковому полку с 142-й танковой бригадой без рота танков наступать на Полунина Северо-Востока. Ближайшая задача – это во взаимодействии 16-й гвардейской стрелковой дивизии овладеть населенным пунктом Полунина. Немцы усиленно оборонялись. Всего за высоту 200 из-за деревни Полунина за две недели погибло около миллиона советских солдат. Среди них и наш земляк. Останки Константина Савельева обнаружили поисковики московского отряда «Победа» летом 2016 года. Савельев Константин Николаевич заполнил медальон, нестандартный на клочке бумаги, написал карандашом. Вскрыв, увидели записку. Записка читалась не очень хорошо, поэтому передали криминалистическую экспертизу. На криминалистическую экспертизу. И надпись была прочитана. 4 августа, по донесению боевых потерь, Савельев погиб. Шли в наступление с высоты 200. Отдать дань памяти земляку пришли односельчане, школьники, представители районной администрации и военного комиссариата республики. До самого кладбища траурная процессия шла пешком в сопровождении оркестра из войсковой части 3997. Гвардии рядового Константина Савельева проводили в последний путь под звуки государственного гимна и оружейного салюта по всем воинским традициям. Огонь! Огонь! Родион Архипов, Олег Якимов, Республика. Сегодня в Чебоксарах поздравляли юристов. Официально свой профессиональный праздник служителей Фемиды отметили 3 декабря. Но сегодняшний день для торжества выбрали не случайно. Отметить решили не один праздник, а сразу три. Помимо Дня юриста, День Конституции Российской Федерации. Основной закон страны всенародным голосованием приняли 12 декабря в 1993 году. Он определяет основы политической, правовой и экономической системы государства, закрепляет государственный строй, основные обязанности и права человека. И День Конституции Чувашской Республики. Работа над этим документом началась сразу после принятия Конституции страны в 1994 году. Однако окончательный вариант депутата второго созыва Государственного Совета Чувашии одобрили только 30 ноября 2000 года. 9 ноября закон о введении в действие Конституции Республики был подписан. Основные защитники прав и свобод каждого человека, гаранты соблюдения Конституции, юристы, адвокаты, судьи, прокуроры, нотариусы, следователи, приставы. В Чувашии профессии юриста объединяет сотни тысяч человек. Дорогие друзья, профессионалы, юристы, студенты, ну и наши дорогие ветераны, которые на самом деле очень многое сделали для того, чтобы сохранить единство нашей Российской Федерации, для того, чтобы граждане стремились соблюдать конституционный строй, ибо от этого зависит уже стабильная общественно-политическая ситуация на всей территории Российской Федерации. Даже в праздник сотрудникам правовой сферы пришлось иметь дело с документами, правда, исключительно приятными. Они получили почетные грамоты и благодарности. Старт дан первый этап форсайт-сессии в рамках второго форума некоммерческих организаций в Чебоксарах успешно запущен. Стратегию развития нашего региона обсуждали представители власти бизнеса общественных организаций. На пяти тематических площадках участники форсайт-сессии обсудили ключевые стратегии развития в сфере экономики, образования, здравоохранения, бизнеса. Главная задача – сгенерировать жизнеспособные идеи в реальные предложения по развитию региона, оценить риски и презентовать готовый проект. Начавшись сегодня форсайт-сессия, показала, что у людей очень много интересных идей, предложений о будущем нашей Чувашской Республики. Я думаю, что те идеи, которые будут иметь социальную значимость, будут актуализированы и воплощены в стратегии до 2030 года. Во многом прогнозы на будущее зависят от настроения самих участников сессии. Результат будет зависеть от работы участников, как они поработают, с чем они пришли. Если они пришли с тревогой, карта будет тревожная, и она будет отвечать и показывать о том, о чем думает население. Если среди них есть оптимисты, то появятся проекты развития, которые будут направлены на развитие Республики в оптимистичном ключе. Наладить диалог между властью и обществом – еще одна важная задача, которую поставили перед собой организаторы, представители Общественной Палаты Республики. Форсайт-сессия «Чувашия будущего. Стратегия развития 2030» должна стать ключом к успеху. Такая площадка, где собираются множество людей с различными специальностями, с различными навыками, знаниями и умениями, даст возможность со всех сторон рассмотреть ту или иную проблему и найти новые решения и новые результаты. Этот форум приятен тем, что, во-первых, я могу высказать свое мнение, видение в тех направлениях, в которых я считаю себя сведущим, это прежде всего здравоохранение, социальная сфера, но и услышать мнение других. Новый для Чувашии опыт открытого прогнозирования будущего, несомненно, интересен людям. На него возлагаются большие надежды. Мы хотим каких-то изменений положительных, и чем быстрее, тем лучше. Ну а уж к 2030 году однозначно мы надеемся, что эти изменения будут как-то реализовываться. Завтра форсайт-сессия продолжит работу. Татьяна Филатова, Андрей Спиридонов, Республика. Будущие Кувшинки в столице Чувашии прошли публичные слушания по рассмотрению проекта планировки и межевания территории микрорайона, ограниченного улицами Эгерский бульвар, Ленинского комсомола, машиностроительным проездом и речкой Малая Кувшинка. Микрорайон Кувшинка – один из самых масштабных проектов комплексной застройки в Новоюжном районе Чебоксар. В ближайшие годы здесь появится около 200 тысяч квадратных метров жилья. Кувшинка уже начала разрастаться вдоль улицы Ленинского комсомола от торгового центра Мадагаскар в сторону проезда машиностроителей. Более 21 гектара – такова территория Кувшинки по плану. Сейчас микрорайон застроен на 40%, но в проект планировки застройщику пришлось внести изменения. Как известно, лидер взял на себя обязанность расселить жителей самовольно возведенных домов в так называемом Шанхае. В процессе заключения договоров возросла площадь бесплатно предоставляемого жилья, а значит, компанию пришлось увеличить размеры коммерческой застройки. Поэтому и школу пришлось закладывать уже не на 800 мест, как планировалось первоначально, а на 1000. К тому же сажать ее на новое место. При обсуждении нового проекта микрорайона, пришедших на публичное слушание, волновали и вопросы парковочных мест, и транспортной структуры Кувшинки. Учли будущую дорогу, которая идет от речного порта, он пойдет по седьмой линии, он выйдет на Ленинск-Комсомола и по улице Пролетарска он пройдет в сторону аэропорта. И дальше в сторону Кугеси, где будет вокзал будущей железной дороги Москва-Казань. Поэтому эту дорогу, седьмую линию, мы в проекте планировки расширяем, делаем ее четырехполосной. Был вопрос, почему мы не учли в проекте планировки расширение Ленинского комсомола вот этого участка. Дело в том, что мы делаем дублирующую дорогу, которая предусматривает гостевые парковки и не мешает движению транспорта, который идет вдоль Ленинского комсомола. Еще одной темой, горячо обсуждаемой на слушаниях, стала экологическая ситуация. А именно мусорные свалки, которые годами скапливались вокруг самостроев. Волновала слушателей и будущей речки Малая Кувшинка. Застройщик пояснил, что она будет протекать в трубе. Чтобы дальше работать, нам необходимо знать свой бюджет, которым является вот этот проект. Исходя из этого, я просто хочу сказать, что у нас проблема с расселением тоже, по сути, исключена. Поэтому территорию мы очистим, дома новые возведем, школу, проекты подготовим. Дайте только нам строить, утвердить наш проект. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика. Разноцветные шары и гирлянды в считанные дни столицы республики преобразились до неузнаваемости. Глава администрации Чебоксар Алексей Ладоков совершил объезд основных площадок, задействованных в новогодней программе. Ночная иллюминация, уютные беседки с горячим чаем и пирожками, крутые горки и новый каток, залитый на центральной аллее. На новогоднее оформление и реконструкцию Лакреевского парка из бюджета города было выделено более миллиона рублей. Официальное открытие катка состоится уже в эти выходные. Вход на каток со своими коньками будет бесплатным. А этот каток функционирует с начала зимы. На Красной площади каждый вечер дискотеки на льду. Руководствуясь опытом прошлых лет, главный открытый каток республики решили оснастись дополнительным освещением и поставить беседки с горячими напитками. Подготовка к Новому году ведется по плану, но тем не менее хотел бы обратиться к руководителям предприятий, к учреждениям, чтобы также активнее включились в подготовку к Новому году и оформились свои предприятия, фасады своих зданий, для того, чтобы в городе была по-настоящему праздничная атмосфера. 24 декабря на Красной площади будет дан старт основным новогодним мероприятиям. В ежедневном формате можно будет встретиться с главным Дедом Морозом города Чебоксар. Кроме этого, у нас уже будут вечерние новогодние представления, интерактив вокруг вот этой елки будет проходить. А 31 декабря, вот непосредственно здесь, мы будем встречать всем городом Новый год. Будет работать светодиодный экран в течение 31 и 1 января уже. Здесь будут транслироваться любимые наши советские мультики, новогодние фильмы, ну и, конечно, звучать самые лучшие песни. И, конечно, в новогоднюю ночь запланирован фейерверк. Установка всей новогодней иллюминации завершится к концу недели. Однако полностью ее включат ближе к празднику. Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Республика. И еще о профессиональной ориентации. Чем больше школьники будут знать о той или иной специальности, тем легче им будет выбрать дело по душе. Секретами мастерства с ребятами поделились хлебопеки. Сюжет об этом смотрите далее. А я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения «Чуваши». На Петровском сегодня необычный день. Принимали самых важных и взыскательных экспертов. Каждый родитель знает, насколько важно кормить детей полезной и здоровой пищей. И вот ребята сами решили узнать, как и из чего готовится настоящий хлеб. Да и попробовать себя в роли профессиональных пекарей. Хлеба на Петровском выпекают на новом сложном автоматизированном оборудовании, привезенном из Европы. Оно обеспечивает точность соблюдения рецептуры, бережное и тщательное замешивание теста. А пекари Петровского следят за тем, чтобы хлеб получался как из домашней печки. Особое отношение на Петровском к тесту. Ведь именно с него начинаются настоящие полезные хлеба. Пышные, с ароматной корочкой, нарезанные и упакованные в дышащую упаковку. С фирменной желтой лентой и полосками. Они занимают почетное место на полках магазинов и на столах горожан. Хлеба от Петровского любимы детьми и взрослыми. Многим нравятся их вкусы, польза. И все без исключения находят их лучшими. Вы очень хорошо печете. И чтобы вы продолжали так вкусно печь. Петровский всегда есть на столе. Он такой вкусный, сочный, мягкий. И хочу пожелать всем успехов, кто тут работает. Спасибо! Редактор субтитров А.Семкин